я вас приветствую дорогие мои подписчики так сегодня речь пойдет о маслах а конкретно маслах немецкой фирмы glim trex вот протестируем их посмотрим как они смотрятся на дереве покажу как правильно обрабатывать ими вот недавно получил посылочку от фирмы carson group и здесь должны быть пробники этих масел так распаковываем и и и и и и и и Так, что мы имеем? Распаковал со дна, но ничего страшного. Так вот, как я ожидал, пробнички различных цветов, оттенков. Вот, и одна баночка, похоже, бессветное масло. Так, какие у нас оттенки? Значит, темный дуб, коричневые, я что-то не пойму, потом разберемся. Белое и обеновое дерево. Так, начнем пробовать. Ну для начала я расскажу, как правильно наносить масло на дерево при различных условиях, то есть для внутренних работ и для наружных. Итак, приступим. Начнем с масла для внутренних работ. Для начала нужно перемешать тщательно его в баночки, обязательно. Вот, потом берем кисть, отшлифованное дерево, и наносим сначала вдоль волокон. Обильник так наносим, потом поперек. Так, все, ждем 20-30 секунд, чтобы она немного впиталась. Да, скажу, что это масло содержит, твердый воск. Убираем излишки ветошью. И оставляем на 6-8 часов, чтобы окончательно пропиталась. Так, после этого для нанесения второго слоя повторяем процедуру. Опять наносим вдоль, поперек. Ждем 20-30 секунд. Снимаем излишки. Вот, и через 6-8 часов покрытие будет готово. Так, это что касается для масла, масло для внутренних работ. Для внешних работ используется другое масло, но технология немножко другая. Также перемешиваем тщательно. Наносим поперек структуры дерева. И не вытирая, оставляем тоже часов на 8, пусть оно впитается. Потом, через 6-8 часов масло впитается, наносим второй слой таким же образом поперек. И не вытираем. Не снимаем излишки и оставляем. Ну, оставляем как можно подольше часов на 20. После этого обработка закончена. Это для наружных работ будет. Вот такой рецепт от производителя. Это не я придумал. Они советуют, придерживаться этого рецепта. Так, ну а теперь попробуем цветные масла. Как они будут смотреться, как будет смотреться дерево после их обработки. Итак, нанес я пробники на некоторые породы дерева на брусочки. Значит, здесь у нас сосна. Цвет эбенового дерева, коричневый цвет. Замечательно смотрится. Особенно вот эбеновое дерево. Необычно богато на таком простом дешевом дереве. Вот те же цвета. Эбеновое и коричневое. Это уже на буке. Обращаю ваше внимание, что обработка дерева должна быть идеальной шлифовкой. Иначе будут вот такие вот погрешности затемненные. Вот где частота обработки плохая, где заусенции, сразу темные пятна. Это вот от рейсмуса перепады. Так что шлифуйте очень тщательно. Значит, это вот на ясене коричневый цвет, серый. Здесь один слой и все равно видно блеск такой приятный, восковой. На ощупь не чувствуется масло. Такое ощущение, как будто матовый лак. То есть чувствуется какое-то покрытие приятное. Так, ну и теперь посмотрим состав. Значит, масло подсолнечника, льняного семени, воск пчелиный, канделиловый. Ну и красители, соответствующий фирмы Glimtrex. Вот вся информация по этим маслам. Смотрите под видео, в описании будет ссылка. Там все оттенки, цена. Масло немецкое, немецкое качество. Вообще масло интересное, замечательное. Мне понравилось. На этом все. Всем удачи, до встречи.